Привет, друзья! Мы часто слышим в последнее время, что в России заработал институт приемных или, как их называют, патронатных семей. Государство при этом пытается поддержать такую инновацию, выделяя льготы, пособия и ежемесячные выплаты на приемных детей. Но такой опыт Россия переняла у Запада, где патронатные семьи давно уже стали нормой. Так, американка Линдси Рэй, имея двоих родных детей, взяла в свою семью еще семерых сирот. Конечно, чтобы содержать такую большую семью, в маленький магазин не пойдешь. Пользуясь скидками и акциями, Линдси была частой посетительницей сети магазинов Walmart. Вот и в тот день, накормив детей, она развезла кого в школу, кого на секцию, а с пятилетней дочкой отправилась в гипермаркет за покупками. Собственно говоря, многие патронатные родители являются клиентами этой сети, ведь Walmart принимает участие в государственной программе «Помощь сиротам». Здесь всегда можно расплатиться специальными талонами на еду и на одежду, которые выдают органы опеки. Пока дочка гуляла в отделе игрушек и в кондитерском отделе, Линдси набила тележку продуктами и двинулась к кассе. Впереди себя она заметила многодетную мать с пятью детьми и двумя огромными продовольственными телегами. Нужно отметить, что дети впереди стоящей женщины не отличались послушанием, как, впрочем, и многие дети во всем мире. Уставшая родительница не могла уже с ними справиться и старалась как можно быстрее выложить товары на ленту и закончить этот шоппинг. И в этот момент Линдси услышала разговор пары, стоящей у нее за спиной. «Милая, посмотри, у этой курицы все дети разные. Сколько же у нее было мужей. Тут тебе и арабы, и афроамериканцы, и китайцы. Интересно, как эта нищета размножается?» Обернувшись, Линдси увидела респектабельного молодого человека и соответствующую ему девушку. Они с явным пренебрежением рассматривали и обсуждали многодетную мать. Даже нормальную одежду не может своим оборванцем купить. Только в этот момент Линдси обратила внимание на детей и женщины. Они на самом деле были разные и не похожи друг на друга, и к тому же плохо одеты. На улице было прохладно, а двое мальчишек были в шортах, а на девочке сандали были надеты на босую ногу. Но выложенные на ленту вещи говорили о том, что из магазина дети выйдут уже одетыми. Глядя на это семейство, Линдси догадалась, что это приемные дети, потому-то они такие разные. А когда женщина достала социальные талоны, ее догадка подтвердилась. В то же время брюзгливый голос стоящего позади парня донес до ее ушей следующую фразу «Вот куда уходят наши доллары, которые мы платим в казну». Видя, как женщина путается в кипе талонов, не понимая, что ими можно оплатить, а что нет, Линдси пришла ей на помощь. Ведь для нее все эти квитки знакомы как азбука для старшеклассника. Вдвоем они быстро разобрались, и вскоре многодетная мать уже отходила от кассы. Как оказалось, она всего лишь три дня назад стала патронатной матерью и еще много чего не понимала. Линдси объяснила, как пользоваться купонами и дала ей свой номер телефона, разрешив звонить ей по всем возникающим вопросам. Благодарная женщина, найдя такое понимание со стороны незнакомки, радостно кивала головой и пыталась собрать расшалившихся детей. Линдси помогла уложить покупки по пакетам и собрала детей вместе. Посмотрев на них еще раз, она восторженно сказала, «У вас прекрасные дети, а вы заботливая мать. Я думаю, что у вас все будет хорошо, и не обращайте внимания на всяких недоумков». После чего она бросила испепеляющий взгляд на богатую парочку. А когда многодетная мать отошла на достаточное расстояние, чтобы не слышать гневную речь Линдси, она уже не стесняясь в выражениях, высказала все, что думает об этих напыщенных самодовольных богачах, смеющихся над сиротами. Что вы знаете о детях, лишившихся родителей? Вы даже не представляете, какой ребенок испытывает стресс и как он благодарен вот таким людям. А судя по вам, молодые люди, то у вас нет не то, что детей, а даже морской свинки. И вообще, кроме ядовитых змей, я бы вам больше ничего не доверила. Я сама, мать девятерых детей, я знаю, о чем говорю. Вы же печетесь о своих долларах, словно эта женщина залезла к вам в карман и украла ваш кошелек. В следующий раз, когда вы увидите подобную картину, лучше бы вам держать свой рот на замке. Вся очередь с осуждением посмотрела на эту парочку и поддерживала Линдси. Опешив о такой обличающей речи, респектабельные хамы, опустив глаза в пол, вышли из очереди и пошли к другой кассе. Кассир, обслужив Линдси, нарушила все правила сетевой этики магазина и вслух поблагодарила ее за такую пламенную речь. А люди в очереди начали аплодировать Линдси. Такая поддержка людей замотивировала ее выложить эту историю с фотографиями на своей странице в Фейсбуке, чтобы другим хамам это послужило уроком. Друзья, я думаю, многие из нас сталкивались с подобным хамским поведением в магазинах, в транспорте и в других местах общественного пользования. Как вы думаете, правильно ли поступила Линдси Рей? И нужно ли акцентировать внимание на таком поведении? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. До новых встреч!